На соревнованиях высокого уровня уже давно применяются специальные автоматизированные системы фиксации старта и финиша каждого спортсмена. Благодаря таким датчикам на табло выводятся нужные данные и всегда можно отследить, не сошел ли спортсмен с дистанции, что особенно актуально при прохождении достаточно протяженной трассы. Сама дисциплина вроде бы как симбиоз трех видов спорта. Это легкая атлетика, спринт у нас 150-200 метров, это велосипед, годка, преследование, ну и непосредственно роллерная, раздельный старт, это как лыжная гонка. Во второй день юношеского первенства России участники вышли на старт гонки преследований. Артур Антипов перед заездом, как и все спортсмены, проходит обязательную процедуру крепления тех самых электронных датчиков или чипов. На юношеское первенство Артур приехал из Великого Новгорода. Посмотрел на старших ребят, когда был маленький, они мне понравились, как катаются, и вот пришел на лыжный спорт и стал упорно заниматься. Тренер стал брать меня на сборы, и вот с этого пошел тренировки, тренировки. Не терять форму в межсезонье и продолжать завоевывать призовые места на соревнованиях. На скоростные лыжи-роллеры в летний-осенний период в основном встают спортсмены-лыжники. Раньше юниоры выступали на первенствах России вместе со взрослыми. В этом году лыжники в возрасте до 21 года соревнуются отдельно. В этом году у нас первое соревнование самостоятельно среди юниоров без взрослых. Впереди у спортсменов еще два дня соревнований – 28 и 29 июля. Пройдут они также на улице Строителя Захарова. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.